Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 18 главе книги пророка Изекииля. Глава очень важная, потому что в ней содержится откровение Божье, которое имеет отношение ко всем людям и к нашим представлениям о мире, о жизни, о вечности, о Боге. Действительно, одно из таких фундаментальных мест. Собственно, это слово, которое Бог обращает к пророку Изекиилю, и говорит он пророку следующее. Зачем вы употребляете в земле израильской вот такую пословицу? «Отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина». Пословица, собственно, имеет в виду тот факт, ну или как израильтяне думают, что это факт, что поступки отцов влияют на детей. И точно такие же, просто один к одному представления характерны и для множества современных людей, которые думают, что их дети там переживают какие-то трудности или болезни, или страдания, потому что сами они когда-то на заре туманной юности сделали что-то плохое. Ну, поскольку у нас, в общем, семейная память больше одного поколения не простирается, мы не помним, что происходило с нашими родными два или три, или четыре, тем более, поколения назад, максимум одно, то для нас немножко это тоже, в общем, близко и актуально, что натворили родители, вот, значит, у детей на зубах оскомина, они несут на себе эти последствия. Поэтому, кстати, для нас малопонятное выражение про род проклятый или благословленный до седьмого колена. Господь же говорит, нет, так нельзя говорить, не будут впредь говорить эту пословицу, все души мои, как душа отца, так и душа сына, душа согрешающая, та умрет. Речь идет о том, что каждый человек отвечает перед Богом сам за свои поступки, за свои и только за свои. Вдруг, вот в этот, в исторический момент, абсолютно нетерпимой становится идея коллективной ответственности. Перед Богом, перед другими, там, народами, не знаю, людьми, кем угодно. Ответственность народа – бессмысленные слова. При всем том, что сейчас, в 20-21 веке, после целого ряда тоталитарных режимов, носителей и создателей которых сумели извернуться от коллективной ответственности или не сумели, тут очень по-разному было, да, мы по-прежнему, оказывается, мыслям в той веткой парадигме отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина. И похоже, что впрямь оскомина. Но Бог говорит нечто вообще другое. Он говорит, по-другому устроена жизнь. Нет, не так. Праведность будет засчитана праведнику, злодеяние будет засчитано злодею. Они отдельны друг от друга перед Богом. Поразительно важная вещь для того, чтобы вообще понимать, за что ты отвечаешь, за что надо каяться и что исправлять, и как смотрит на тебя Бог. Бог не оперирует массами. Не оперирует массами. Так не бывает у Бога. У него перед ним каждый сам за себя. Теперь, на самом деле, очень важно еще, помимо прочего, вот в стихах с 5 по 9, о том, как пророк, вдохновляемый Духом Божьим, описывает здесь праведность. Потому что очень яркая вещь. Смотрите. Праведность, праведник – это тот, кто творит суд и правду. Ну и это еще пока тоже укороченное название. Праведник, творящий суд и правду. На горах жертвенного не ест, к идолам Дома Израилеву не обращает глаз, значит, не поклоняет, не участвует ни в каких язычествах, жены ближнюю свою не оскверняет, к своей жене во время очищения не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не происходит, хлеб свой дает голодному, нагово покрывает одеждой, в рост не дает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку, суд человеку с человеком производит праведный и поступает по заповедям моим. Значит, речь идет о том, что праведник, поступающий по заповедям Божьим, это тот, кто делает добро ближнему, не угнетает и не обманывает его и не поклоняется иным богам, не впадает в язычество. Вот это праведник, он непременно будет жить, говорит Господь Бог. Ну а, соответственно, неправедник, это тот, кто поступает наоборот, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, дает в рост, берет лихву. Нет, говорит Бог, он не будет жить, кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, и кровь его будет на нем. Вот такая вот картина. Праведник – это тот, кто поступает по совести и по добру, кто не только не приносит вреда ближнему своему, но и приносит пользу, и кто верен Богу. Наоборот, неправедник, злодей, как в этой главе говорится, разбойник – тот, кто приносит вред ближнему своему, приносит вред ближнему своему, в любой форме, какую не перечисляй, в финансовой форме, не знаю, еще какой-нибудь. И тот, кто поклоняется идолам, делает идолов из всего, чего угодно. Вот про праведника Бог говорит, он непременно будет жив, про злодея непременно умрет. Ну, на самом деле, последнее – до некоторой степени упрощение. Так, по идее, должно быть в жизни. Если хотите, это все еще экспозиция для того откровения, которое Бог хочет в данной главе Иезекиилю дать. Потому что, ну да, и праведники гибнут, и злодеи нередко живут очень долго и даже благополучно. Поколением или двумя спустя другие люди, авторы книг мудрых Израиля, например, Иова, например, Экклезиаста, увидят и выявят, и обозначат это некоторое серьезное противоречие. И здесь еще этого нет. Но здесь говорится о том, что вот эти праведник и злодей могут быть в разных генеалогических отношениях друг с другом. Когда отец праведник, а сын разбойник. И Бог говорит, отец, который праведник, будет жить, а сын, который разбойник, погибнет за грехи свои. Значит, праведность отцов, то, что среди наших предков были великие полководцы, ученые, писатели, религиозные деятели, государственные деятели и вообще создали ого-го прямо какую народ богоносится, это ничего не меняет. Если на фоне великой культуры и великого наследия великих предков ты оказываешься жлобом, и жизнь твоя будет жлобской, и ты погибнешь. Потому что праведность будет засчитана праведнику, а тебе не будет засчитано то, что ты потомок великих деятелей. Не будет. Понимаете, ну вот, вот так. Мы можем сколько угодно доколик в животе верещать про, не знаю, Петра Первого, Дмитрия Донского и Александра Невского, отбившего один татар, другой, там, значит, наоборот, этих самых крестоносцев, еще какие-нибудь величественные примеры приводить, говорить, что мы наследники Пушкина или Менделеева. это не работает. Не работает. Если мы, вот, бедного и нищего притесняем, насильно отнимаем, залога не возвращаем, к идолам обращаем глаза, на горах едим жертвенную, жену ближнего свою оскверняем, да что бы тут у нас ни было, тысячу лет великой страны, мы погибнем. Не переходят заслуги предыдущих поколений. Вот о чем говорит эта глава. Жутко, страшно становится, потому что, ну, а вот как мы до такой степени привыкли опираться на это ощущение собственного величия, в конце концов, что там с Израилем двух с половиной тысяч летней давности может быть и не так для нас и важно, по большому счету, но на себя-то надо примерить эти слова. Вот в чем дело, понимаете? Но есть и надежда. Если у кого родится сын, который, видя все грехи отца своего, видит и не делает подобного, на горах жертвенного не ест, к идолам не обращает глаз своих, хлеб свой отдает голодному, залога не берет, насильно не отнимает и так далее, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, то сей не умрет за беззаконие отца своего. Он будет жив. Понимаете? Оказывается, мы не рабы того, что нам предшествовало. И люди могут быть потомками отъявленных мерзавцев, как в глобальном, так и в индивидуальном смысле. Но если они поступают по правде, а не по делам отцов своих, они будут живы. Бог оставит их в живых. Поэтому, понимаете, снова перенося на себя, мы ведь не только потомки Петра Первого и Менделеева, но мы потомки Султычихи, графа Аракчеева, сталинских вертухаев, всех тех, кто упивался невинной кровью столетиями, опричников, Ивана Грозного и так далее. Это ведь тоже так. Но это не предопределяет наш путь к гибели и распаду, если мы будем поступать по правде Божьей. Все решается нами сейчас о себе. Ни заслуги наших предков не облегчают наши участи, ни кровавая вина наших предков не искажает наши участи. Мы определяем своим нравственным выбором все сами для себя. Правда праведного при нем и остается, беззаконие беззаконного при нем и остается. Сын, почему же, вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Бог говорит, потому что он поступает по правде моей и поэтому не несет вины отца своего. Вот не несет. Сын за отца не ответчик, и это открыто Богом. Нравится нам это или нет? Это открыто Богом. В нравственном смысле каждое поколение открывает все заново и отвечает само за себя. И беззаконник, говорит Бог, если обратится от всех грехов своих и будет поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления, которые сделал он, не припомнятся ему. Значит, не только не передается из поколения в поколение заслуга праведности и вина беззакония, но даже и в пределах одной жизни, если человек обратится от злых дел своих и будет поступать по правде, его грехи не припомнятся ему, изгладятся, будут прощены Богом. Людьми-то вряд ли мы не особо умеем прощать и не любим это делать, а Богом – да. И одни из самых важных слов вообще в книге Езекииля и, может быть, одни из важнейших в Библии в целом. Бог говорит, «Разве я хочу смерти беззаконника, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Это еще будет повторено несколько раз в этой книге, но вот здесь встречается первый раз эта мысль, «Разве я хочу смерти беззаконника, а не того, чтобы он обратился и жив был?» И это надо запомнить о Боге, потому что людям чаще всего кажется, что выявление беззакония и беззаконника – это действие, которое направлено на то, чтобы его убить, покарать, уничтожить. И Бог хочет смерти беззаконника. Но тогда здесь была бы пустыня безлюдная, потому что беззаконниками особенно все, а Бог не этого добивается. не хочет смерти беззаконного. Но чтобы он обратился от путей своих и был жив, Бог оказывается, Бог – спаситель. И праведник, говорит он дальше, если отступит от правды, погибнет. Беззаконник, если повернется к путям правды, спасется, потому что Бог хочет вот этого обращения и спасения. И дальше Бог говорит о том, что израильтяне рубщут, говорят, будь Господи неправ, так неправильно, надо виноватому кару, невиноватому медаль, ну и вот, что было вчера и что будет завтра, неважно, зафиксирует все, как это, зафиксирует прибыль. И вот поэтому считают, что Бог несправедлив. Путь Божий неправ. Он неправильно поступает. В том числе неправильно поступает с израильтянами, приводя на них плод их прегрешений. Господь не соглашается с этим обвинением и говорит, вы думаете, что это мои пути неправы? Вы на себя посмотрите, на свои пути, каковы они, говорит Бог, беззаконник, когда обращается к жизни, возвращает душу свою, а дом израилев не хочет вернуть к жизни душу свою. Вот о чем, собственно, речь-то идет. Потому я буду судить вас, дом израилев, каждого по путям его. На самом деле, гигантское отличие даже по сравнению с, скажем, 16 главой, где речь идет о джерии Иерусалима, которая блудит, предает Бога. Там все понятно. Все, значит, предают, все блудят, все ходят в следственных богов. Каждого будет Бог судить по путям его. Не народ. Каждого по отдельности. И это, с одной стороны, огромная тягота ответственности, потому что ты не скроешься за тем, что «Ах, я принадлежу к великому народу-богоносцу», как Израиль. Но и не будешь нести ответственность из-за того, что ты принадлежишь к нации вертухаев. Ты отвечаешь каждому за себя, каждый за себя. Вот трудно это принять. Тоже, посмотрите, две с половиной тысячи лет прошло, с тех пор, как эти слова сказаны. Мы до сих пор не можем этому научиться. А надо учиться. Других вариантов нет. Потому что, как говорит Бог в последних стихах этой главы, «отвергните от себя грехи, сотворите себе новое сердце и новый дух, потому что я не хочу смерти умирающего», говорит Бог, «но обратитесь и живите». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...